Помяни нас, Россия, в извечной печали, Златорусую косу свою расплетя, Мы оставшимся помнить и жить завещали, Жить, как прожили мы, для тебя. В честь 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана и Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, во Дворце культуры прошло торжественное мероприятие. Почтить память воинов-интернационалистов в этот день пришли глава Балаковского района Александр Соловьев, представители администрации БМР, силовых структур, государственных и общественных организаций, образовательных учреждений, ветераны боевых действий. К сожалению, из 500 ребят, которые служили в Афганистане, 13 наших земляков не вернулись. Наши земляки исполнили настоящий долг. Долг воина и долг мужчины, долг настоящего защитника. Я благодарю всех ветеранов, которые и сейчас идут в школы и рассказывают многим школьникам о том, как было, что было и почему для нас крайне важно, чтобы светлое небо над головой было всегда. Уважаемые Балаковцы, доброго вам здоровья, доброй памяти и, конечно же, светлого неба над головой. Присутствовавшие почтили минуты молчания память солдат, погибших при исполнении служебного долга. Им были вручены награды посмертно. Кроме этого, награды получили участники той войны за заслуги, отвагу и мужество, а также приуроченные к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности и подчас смертельной, советские солдаты в Афганистане сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу. Кто-то считает сегодняшний день праздником, поскольку закончилась война, кто-то для кого-то это горе. Я не буду поздравлять, но я желаю всем вам мира, добра и удачи. Ровно 30 лет назад соединения 40-й армии вышли из Афганистана и вернулись на родину. За 10 лет войны в конфликте приняли участие более 650 тысяч советских солдат. 14,5 тысяч из них погибли. И сейчас, спустя десятки лет, важно сохранить память о каждом из них. И до конца.